В самых давних времён одно слово Йом-Кипур приводило любого еврея просто в сотрясение. Страх и ужас. Это день, когда уже не только мы были записаны в книгу жизни или наоборот, не дай Бог, а уже окончательно ставится приговор всей нашей судьбы на целый год. Естественно, что человек, который в состоянии осознать, что он вообще ответственный за свою жизнь, не может не только что не оставаться равнодушным, а приходит в большой трепет, в большой страх, в тревогу действительно за своё будущее. И всё, что произойдёт в году до следующего Рошашана, всё устанавливается сейчас. Всё уже сейчас есть. Только оно выйдет постепенно в течение целого года. Поэтому этот вопрос для многих очень-очень-очень актуальный. Что сейчас нам нужно делать? Это всегда был хороший вопрос. Что делать? Что делать еврею в эти дни, которые называются «десять дней покаяния», что делать еврею за несколько дней до Йом-Кипура, что можно успеть сделать, как подготовиться к нему, что ожидать. Так как мы обращаемся к аудитории очень разнообразной, то всё, что мы будем говорить, оно не относится в равной степени ко всем. К одной аудитории надо говорить, в принципе, одно, в другой совершенно к другое. Попробуем хоть чуть-чуть прикоснуться и туда, и сюда. Но, может быть, может быть, лучше всего взять один пример, что-то среднее, а из него уже поймём и на обе стороны. Что имеется в виду, что среднее? Среднее имеется в виду отношение к еврейской жизни и к Творцу, в первую очередь. Есть люди, которые очень далеки от Творца. Жизнь была дана им, жена тоже. Жизнь дана им была просто как подарок. И они используют эту жизнь. Человек просто живёт, он никогда о ничём не задумывается. Столько времени, сколько есть пить, есть, размножаться. То есть, крыша, он вообще комфорт, он вообще ни о чём не думает. Есть люди, которые находятся совершенно в другой стороне. У них есть какие-то очень чувствительные антенны духовные, которые понимают и чувствуют, что мир устроен совершенно по-другому. И там, с другой стороны, эти люди, они очень чувствительны, они знают, что сейчас Йом-Кипур, а эти вообще не знают, что есть Йом-Кипур. Они вообще никогда не слышали об этом. Они никогда не слышали, что есть вообще такое понятие, что устанавливается судьба. Они не понимали вообще, что есть такое понятие, называется грех. Что такое грех? Грех – это там, где что-то запрещено, а им ничего не запрещено, у них нет грехов. А с другой стороны, человек может трястись над каждым движением, иди знай, к чему это приведётся. Мы возьмём что-то посередине. Кто он такой? Это, давайте, наш брат, который уже что-то осознал. Не начинающий. Для начинающего Йом-Кипур, если он только проведёт Йом-Кипур с минимальными требованиями, которые есть, ой, как он любим там наверху, сейчас мы пойдём до какой степени. Давайте возьмём уже того, кто уже 5-6 лет в Чуве, который уже прошёл Йом-Кипур, прошёл Саратима Чува не один раз, который уже старался, уже пыхтел, уже знает, он уже соблюдает. Может быть, не по самому, так сказать, высокому уровню, но он соблюдает субботу, кашруту, четору, ведёт как бы достойную еврейскую жизнь. Вот приходит Йом-Кипур. Я кого-то убил, никого. Уже хорошо. Прелюбодействовал? Вроде нет. Осквернял имя тврат? Тоже нет. Прошёлся по всему списку, вроде, так сказать, чисто. Вроде я человек хороший. Все мы люди очень хорошие. Надо только чуть-чуть больше покопаться по всем практическим спискам, как только посмотрим, что мелкими буквами написано, а то иди, знай, может быть, всё-таки что-то найдём. И на самом деле каждый из нас знает, что у нас там мелкими буквами написано. Знает, чувствует, чувствует. И вот в прошлом году он чувствовал, и он уже пытался что-то в себе изменить, бил себе в грудь. Прошёл год, смотрит, ничего не изменилось. Прикинул, хорошо, снова прокрутил в голове. Практически всё то же самое, что он думал, что да, надо изменить, надо это, это надо так, надо так. Мало что изменилось. Снова подчёркиваю, для тех, кто находился в начале пути, каждый его шаг там добавил кашерут. Вау! Новизна, острова. Пока он даже осмыслил, что это, там, наделал кипу или ещё-то девушка там стала скромнее одеваться. Это просто гигантские шаги. Это они, представим себе, что они уже сделали всё это, уже всё, уже вот такой, такой уже вроде устоявшийся уже еврейский образ жизни. Еврейский образ жизни. Давайте вот именно с этой точки попробуем понять, что нам нужно делать и что Творец ждёт от нас. Человек чувствует, что Творец ждёт от него изменений. Он внутри знает, что он человек несовершенный. Суть наша в этом пребывании в мире, чтобы человек был другой, чтобы изменился, чтобы... Есть эталоны, и надо вот стремиться к этому эталону. А он ещё далёк от этого. Очень далёк. И вот он пытается ещё раз, ещё раз, ещё раз. Видит? Ничего не получается. Ёмкий пур – это что-то... А если он ещё где-то действительно согрешил, и действительно в течение года, иди, знай, что было, и это было, и это было, вдруг стал вспоминать, как только прошёлся по списку, «А, что это думал, что я отчистый? Какой отчистый?» Смотрите, практически нет ни одного пункта, который я не заморался. Я выйду из этого, не выйду. Иногда человек просто приходит в отчаяние. Приходит в отчаяние. Потом он читает. Перетроша Шана мы читаем. Есть знаменитая Агмара, которая цитирует его всех местах. Там сказано так, что в Рожа Шана, образно говоря, все это образные понятия, их надо понимать всё очень абстрактно, Таврест открывает как бы три книги. Одна книга для праведников, одна для грешников, и одна для середнячков. И кто записан в книгу праведников, он записан для жизни, моментально. Для грешников, ну, записан для отсутствия этой жизни, тоже моментально. А все остальные, середнячки, посередине болтаются с петлёй на шее и стоят на табуретке. В общем, в любой момент они могут, так сказать, табуретку выбить, и они окажутся подвешенными. Так они их называют. И вот в таком состоянии мы приходим вот к Йом-Кипуру. Вот сейчас, за несколько дней, мы как раз вот и подвешенные находимся. Теперь, что человек говорит? Кто я такой? Прикинул, снова прочёл по всему списку. Хе-хе-хе. Раша. Негодник. Что я хороший вообще сделал? Если по списку пройтись, вот возьмите Йом-Кипур, написано-то по всему виду, который есть, исповедование, там прочтёшь. Груб ты понимаешь, что это так, значит, кто ты. Просто негодник. А что сказано по поводу негодника? Ну, сразу в книгу отсутствие жизни. Тяжело. Даже прикинуть-то хочешь. И вот тут-то надо понять очень фундаментальные основы понятия чувы, которые существуют только в Торе. Вообще, как сама идея. Творец дал нам удивительный подарок, который был сотворён ещё до того, как мир был сотворён. Который называется мы так его назовём словом «чуваево». Не будем переводить. Я надеюсь, каждый понимает это. Чува – это возвращение, исправление, как угодно переведите. Это некое состояние, когда человек, он возвращается к своему источнику, к Творцу, к тому, кто его сотворил. Чува, чува, чува. это называется Чуваево. Творец сотворил это творение, которое разумом человека вообще не осмысливается. Представьте себе, что человек действительно сотворил что-то очень плохое. Не, ну, украл, так человек понимает. Давай, я верну ему, попрошу спрощения, и вроде, всё будет нормально. А бывают случаи очень-очень… Человек убил, не дай Бог, убил. Ещё сделал какое-то деяние крайне неугодное. Как? Что делать? Уже не вернуть. Не вернуть в прошлое. И вот оказывается, что это вовсе не так. Вовсе не так. Это только разум, простой человеческий разум говорит о том, что нет прощения грешнику. Тот, кто сделал настоящую подлость, мы ему не прощаем. Не можем ему простить. Ну, надо, 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 да, надо, но там практически это невозможно. Такого человека надо наказать. Так устроен человек. И даже мудростью. И известно о том, что даже и Тора, и пророчества ещё в большей степени может быть строги к грешнику. Как так? Можем выйти, смотрите, всё открыто. Как ты человек, творец тебя сотворил, и ты против него? Удивительно, но оказывается, что сам творец относится к грешникам совершенно по-другому. Это только человек судит другого человека строго. и не просто строго, а с таким осуждением, даже пренебрежением, можно сказать, даже сам ощущение личного удовлетворения имеет, когда он осуждает другого человека. Сам чувствует себя даже более праведным, что это тоже грех сам по себе. А вот творец относится к человеку совершенно по-другому. Он ждёт его возвращения. Это всё, что он хочет. Всё, что он хочет. Одно единственное, только вернись ко мне. Более того, сила Чувы, она состоит в том, что она может вообще стереть прегрешение. Что это вообще вне нашему пониманию разумного. Вообще. Вообще можно стереть прегрешение. Как это делается? Ну, об этом уже неоднократно говорили. Может, только скажу в двух словах, чтобы просто сама идея, она не оставалась голословной и дошла до сердца. Если взять самый сложный случай, самый сложный случай, представьте себе, что человек, он совершил преступление и убил другого. Нет прощения. Что можно тут прощать? Мы можем сказать, смотри, прощай, меня не знаю, какие-то обстоятельства у тебя были такие. Вот покойник, его что, нельзя возвратить к жизни? Как вы его возвратите? Невозможно. Но оказывается, что это не так. Если внимательно присмотреться и к анализу, который делает наша мудреца, то мы увидим о том, что подобное преступление, оно распадается на три составляющие. Когда человек один делает преступление, убивает другого, он, как правило, это делает с намерением. Это первое. Второе, он производит непосредственное действие. Бах! Убил. Третье, результат этого действия. Вот покойник. Один, два, три. Давайте пройдемся по каждому из них. Если мы посмотрим на намерение человека, где оно находится? Намерение человека нигде не находится в этом мире, вы его не найдете. Его нельзя измерить, никак. Оно находится в мире духовном. Это находится в прошлом, но в мире духовном нет прошлого. Столько времени, сколько это намерение, оно продолжает жить в душе человека, то оно существует и в прошлом. Говорят наши мудрецы, если человек берет на себя со всей силой души просить прощения и извиняться за то, что произошло, то они утверждают, говорят мудрецы наши, что огонь сожаления о содеянном поступке, который происходит сейчас, он сжигает то же самое желание преступления, которое было и в прошлом. Поэтому, если это происходит сейчас, то это происходит в прошлом, значит, в прошлом не было желания убить. А что же тогда было, ведь действие произведено, ответ. Потому что мы видим, что если, например, происходит то же самое убийство, одно преднамеренное, а другое непреднамеренное, случайно человек не имел в виду, я знаю, там поднял, замахнулся, не заметил, раз, и стукнул другого, и тот погиб. Ему относится совершенно по-другому, другой сустав преступления, его там нету даже. Получается, что когда человек делает что-либо без намерения, то это не считается ему за преступлением. Получается, что у него не было преступления. Значит, первое, он сжег. Второе, как результат, первого, самого состава преступления нет. А, спросите, ну видите, есть покойник. Ну, человек религиозный знает, что в мире ничего не может произойти без на то, что была воля Бога. И если этот, мы видим, человек тот убитый, он уже потерял свою жизнь, значит, пришло на то время, единственное, что творится много посланников. Если, ну, не это, то был бы другой. То есть, ему все равно надо было покинуть эту жизнь, поэтому он ее покинул. Вот покойник. Поэтому, что мы видим? Если мы пройдемся по всем трем составляющим, то мы увидим, что та самая чува, основой которой сожаление содеянным, она просто может стереть полностью пригрешение человека, как бы вот этого не было. И так многое, многое, многое. Если мы только вдумаемся в этом, вдруг поймем о том, что многое, что мы натворили в своей жизни, мы можем полностью исправить. Это люди не прощают, творец прощает. Это наш для основной. Мы не зависимы от людей, хотя сейчас увидим тоже, что в определенных вещах мы, да, зависимы. Но основное о том, что творец нам как грех, который живет и существует сам по себе, который мы сотворили. Мы можем его стереть. Мы можем его стереть. И вот мы можем, мы находимся перед Йом-Кипуром, который так и называется Йом-Кипур, Капара, от слова, слово Капара, оно и есть, Лохпор, это, это, а Капара, это, это стирание прегрешений. Это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас вообще этого прегрешения не было. Мы сожалеем о нем. Мы что-то натворили, мы сожалеем о нем. Мы хотим, чтобы его не было, не только вообще не было, как будто я его не делал. Это то, что мы хотим. И это то, что Йом-Кипур в состоянии сотворить, в состоянии это сделать, Йом-Кипур. И вот тут-то надо знать то, что к сожалению не многие обращают на это внимание сама чува и стереть прегрешение это не обязательно они идут вместе не обязательно теперь надо тут пока послушать чтобы эту идею понять чуть-чуть надо напрягаться что творится от нас хочет и что называется чувой и какая ее основная часть то самое минимально без которой всего остальное не существует есть знаменитая гмара в так и души и там разбираются всякие разные обстоятельства того как парень он предлагает руку и сердце своей невесте у нас есть определенная форма обращения которая на законе на там сказать и разбираются там самые разные условия когда парень говорит девушке от макудешет ли то есть ты освящена мне и вдруг он и говорит освящена мне при условии что я праведник говорит мара он сам настоящий раша он сам настоящий негодник так она если он сделал такое условие так она макудешет она до освящена ему она принадлежит теперь ему ли не принадлежит ему уже сразу такое условие все только при условии что я правед не какой-то праведник ты вообще в негодник все знаете как негодить отвечает мара макудешет да действительно он ее осветил она теперь его ай как же так что он успел пройти сейчас мы разберем все уровни прегрешения все его уровни чувы которые человек должен сделать нет а что он успел может быть у него проскользнула мысль от раскаяния сожаления о содеянном то что он сделал слышите только только чуть-чуть достаточно что выясняется из этого учится что-то фундаментально говорится о том что если человек пробудил свое сердце даже на долю секунду и гербалибо то есть у него сердце не было какое-то пробуждение на какое-то время о том же чё я делаю чё натворил надо надо вернуться он превращается моментально из грешника в праведника из грешного проник без того чтобы ему что-либо стерлась для того чтобы стереться сейчас работой для того чтобы стереться эта работа работать надо ну для того чтобы считаться праведником достаточно вот то самое пробуждение сердце когда душа просит вернуться к своему источнику которая на долю секунды сожалеет о всем что она натворила вдруг мы начинаем понимать а так нарушишь она творец открывает три книги одна книга для праведников другая для грешников ну а надо бене ну а где мы где мы так легко удостоиться это же всего лишь доля секунды истинного подчеркиваю истинного сожаления истинного желания быть творцом раз и попал в категорию садики праведников легко быть праведник очень легко устанавливается совершенно другой сразу же в рост шашинам все-все-все-все-все мергер полю если он приблизился в элюль работал над собой что-то там делал и все-все сожалеется вам приходится он а его не исправил то это секунд это другая история ты цадык праведник праведник это тоже творец хочет от нас это то что называется хорота это это сожаление задение это тот самый минимум который творец ждет от нас минимум который творец ждет к нам поступили вопросы из вопросы которые касаются того о чем вы говорите прежде чем я его зачитаю один из таких вопросов я хочу напомнить о том что у каждого из участников вебинара есть возможность задавать свои вопросы это можно сделать как в виде сообщения в чате для этого в правой нижней части экрана у вас есть чат вы можете отправить сообщение пользователю лектор то дотру мы вы здесь получим и задать свой вопрос по ходу вебинара также можете лично спросить мы вас включим в прямой эфир вы спросите ваш вопрос у рава ашера для этого напишите в сообщении о том что вы заинтересованы спросите вопрос лично и включить микрофон и так вы говорили рашер про про чувак про то что это включает то есть то чтобы грех он исчез это включает себя две вещи это реальность греха и чего раскаяние человека да если человек кого-то обидел есть кто-то обиженный то необходимо чтобы человек сам раскаялся в том что он кого-то обидел и чтобы обиженная сторона его простила спрашивает нас наши пользователи спрашивают вопрос такой если человек он он должен сейчас спросить прощения но он до конца он обидел кого-то он понимает что он обидел но не понимает своей вины имеет ли смысл и то же самое наоборот самое наоборот если он сам он сам-то раскаивается до вторая сторона его не готова простить не прощает имеет ли смысл половина до половина этих детей может быть я может быть вернемся к вашему вопросу да то есть только закончу эту мысль которую я начал иначе она останется для всех слушателей до конца непонятно и тогда придем именно к этому это действительно тема сама по себе действительно перед емки пуром есть митсвот между человеком и творцом есть между человеками человеком как у нас сказано до тех пор пока не будет причинено между человеком человеком и и возможности к паре со стороны творца тоже отсутствует но только я прошу прощения только закончу мысль вернемся к вашему тому что вы спрашиваете это многое-много проясняет когда мы понимаем о том что на самом деле творец от нас хочет такого малого всего лишь навсего тот самый иргур всего лишь навсего только малое чтобы что-то пробудилось в нашем сердце что-то захотелось теперь подобная вещь для многих она кажется снова очень странным как и сама понятие чувак таки это кажется разум разум человека простой простая логика не не может усвоить это так это противоречит поэтому надо хоть чуть-чуть это понять и и подсказать как это может быть может быть на на нескольких примерах в ростов чтобы это было это было с ней давайте предположим что два человека вышли из иерусалима и покинули его и идут теперь они вышли из иерусалима с интервалом час с одинаковой скоростью идут 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 через какое-то время они скажем там удалились она несколько километров каждый соответственно от иерусалима на ком-то этапе 1 решил повернуть назад он еще не успел сделать несколько шагов вопрос кто ближе к иерусалиму на первый взгляд тот который вышел 2 но на самом деле мы смотрим на что не на положение на саму тенденцию этот уже пошел назад остановился значит он в принципе с точки зрения он он ближе он становится ближе это то что творец от нас вот творец хочет от нас только остановись он хочет только остановись может быть еще еще один пример который 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 продемонстрирует этого смотрите давайте предположим что есть две семьи в одном доме живут есть на вены здание и там есть несколько семей предположим шкани соседи соседи и вот на ребенок одного чуть натворил вышел папа вышел папа то этого поругались в хорошо так сильно поругались ну прошло время неудобный в мире надо мид커 пошли помирилась готовам не прошло несколько недель снова этим накапали эти капали оттуда этот мусор выбросил не в том место снова поругались но теперь поругали ну снова неприятно снова пошли мирится помирились а потом снова поругались у жара вмешался уже снова помирились а подобную картину можем видеть между мужем и женой как часто порой бывают ссоры еще ссоры еще 40 мирятся потом снова мир ссориться милицами соседями это даже это более ярко можно ли помириться до конца вот после всех этих ссор чем больше ссор ну пошли мириться теперь да я извиняюсь а это восстанавливать их неотношения вовсе нет почему потому что это ну невозможно после еще раз поссорились мы я уже знаю тебя тебе знаю уже вообще-то точно снова натворить что куда не могут простить друг друг не может не человечество не в человеческом состоянии вдруг простите все как будто ничего не было такие же отношения а теперь себе представьте что так ссориться папа и свой сын нам и дочь что ждет папа что мама как только одно единственное чтобы дети остановились и сказали ой чё я надел пап извиняюсь все восстанавливается моментально как будто и было как будто было раньше поэтому когда мы молимся какая у нас молитва а вину а то ты отец наш а мы твои дети потому что когда мы делаем плохое неугодное перед творцом то это должно нас отдалить от него на расстояние когда уже невозможно приблизиться ага но это только человек так может думать а творец не так он у человека хочет одно единственное остановись на секундочку вернись ко мне повернись ко мне скажи слиха оба я извиняюсь и как только сказал извиняйся называется герба либо цадык выйди сюда ты сын мой записан другую книгу это это первое это первое сейчас доходим это первое первое о том что достаточно достаточно истинного сожаления содеянным даже на несколько секунд без исправления без всех этапов для того чтобы считаться праведником быть записан ту саму книгу праведно на человек хочет говорить секундочку а что же с моими прегрешениями ну тут целая история то надо учить это отдельно это все есть прегрешение которые стираются из которой они чува стирает а из которой чува только подвешивает емкий пур стирает а есть которые не то и не другое токан и подвешивают приходят всякие разные страдания они стирают а иногда бывает что только это ничего не помогает только сама смерть она может стереть есть для того чтобы для того чтобы что-то стиралось а то должны быть составляющей чувы только бы их перечислим и тогда перейдем к вопросу наш составляющей чувы надеюсь всем известно действительно порядок мудрецы выстраивают разу но скажем том порядке который говорит рабина и он и вначале действительно должна быть сожаление то есть осознание что что-то не то сделал сожаление об этом это сожаление это вещь очень очень важная она в принципе она это огонь огонь ведь что нам мешает конечном итоге исправить себя ведь мы все хотим исправить себя что нам мешает мешает тума это понятие это духовная нечистота эта вещь которая ее не ее не обнаружил не выпарили не 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 измерили не знаю а это то что отличает человека истинно духовного от человека который не духовно тума 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 это результат прегрешения любое прегрешение она приводит человека создает реальность духовной нечистоты он в этом живет и так как эта реальность она сама по себе существует то она тоже требует какой-то энергии питания то она и есть человек она и в принципе его его наказаниями считается это принципе его геном это его от то что он сам натворил он тут никто это не где-то там это тут прямо что я сделал все это прямо в нету существует это есть можно я в этом и буду варить тебя человек хочет это стереть как он может стереть это эту туму тума это вы мы встречаем с этим вот за тум-тум-тум посетите около компьютера вот это самое ты-ты-ты-ты нажимаете на кнопки вы увидите что просто тумана из вашей из глаз вылазит у кого есть хорошее зрение увидят это прямо в зеркале просто глаза они винат человек в вешиве например это просто удивительно когда иногда парень уходит куда-то на едет на 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 субботу уезжает домой возвращается у него другие глаза у него другие глаза через три дня четыре дня в вешеве смотришь просветлели другие глаза почему тума мамаш тума я почему все что там увидят тут перейдет тут посмотрел тут и токи это лошона равен все прегрешения не приводит к этому от ума не дает человеку не задуматься ни о чем вообще ничего не понимает вот только только как как и наркоман которому нужно еще продолжить то что вот он то сказать нажимать на кнопки куда-то смотреть чуть на говорит есть пить туда развлекаться за это 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 тума это и тума ничего не позволяет теперь как что сделать это тумой творец нам говорит я вам помогу я вам помогу только знаете вы должны сделать первый шаг какой первый шаг что может стереть и тут эту туму это вещь очень крайне важно то мы можем стереть 100 самое сожаление огонь сожаления мистер и рвай вай 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 вставьте себе знаю человек какой-то пример он хотел у него такая машина купил машину большую красивую машину и хотел проехать между двумя грузовиками думал как раз проскочу так вроде вроде бруска проехал и по всему где-то на 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 10 тысяч шекелей себе сделает сам крыть его не не то самое не 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 рветку вот хотя бы вот такой сайт аж сожаления что называется человека статиста в этом мире которая вся жизнь в этой машине могилу ваша нам бы хотя бы такое в духовности а вот это вот это сожаление когда знаете когда вот эти припеченками где-то там или леди почки они вы их чувствуете да вот такой вот все все внутри это называется сожалею сожалению она она выжигает эту туму это духовную нечистоту он сжигает когда человек это делает то творец дожигает все остальное и тогда позволяет ему вдруг все открывается глаза открывается он совершенно вид другой мир совершенно другой то же самое только другой мир и вот тогда когда он это сделал другом понимать чё надел тогда можно что сделать на азов это хоть он может оставить свое прегрешение он больше больше делать не будет теперь значит получается что должно быть сожаление потом должна оставить прегрешение после этого идет обязанность которая у нас который есть к принят на себя да извиняюсь принять на себя следующее третье это каббала это принять обещание на будущее подобное не делать лучше всего это даже как-то написать чтобы можно было следить за этим и есть митва особая митва и старые литва дот то есть об этом процессе о том что произошло бить себя грудь и сказать хатат и пашат и лучше всего выписать сама самому себе свои прегрешения и перейдем кипуром самим кирпур все это что называется не просто зачитать а проговорить от всей души том что хатат и пашат и то есть весь текст выстроить со своими личными дополнительно тому что там написано человек который проходит все это эти четыре составляющие на самом деле кто хочет знать все тонкости их 20 как приведено в книге шарычу варбэн юйна то он принципе и выполнил полную чего которая в состоянии полностью стереть прегрешение но минимум как мы сказали который он состоит всего лишь иргур чего иргур иргур это это только-только пробежалась у него мысль это это чуй надел папа я хочу вернуться к тебе это в двух словах о том что такое что такое чува минимальная что чего максимально есть много доргот есть много много уровня даже в том сожалению тоже мы все по-разному сожалеем из много-много состояний все они принимаются творцом естественно что мы уже результаты только будем имеем зависимости наших усилий но в принципе и минимальные максима все желаемый творцом только надо хотеть это в этот день когда 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 творец ждет от нас одного единственного папа я извиняюсь хочу вернуться к тебе это не за что есть теперь митсвот который бы надо есть митсвот митсвот беда дам на хаверу между человеком и творцом и человеком и человека нам всегда кажется что естественно что основной какие митсвот между человеком и творцом поэтому мы очень 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 внимательны и в соблюдении кашрута субботы многих вещей которые то между человеком и творцом но то что касается другого человека мы как-то но обратите внимание сэр это деброд в 10 10 10 заповедей основных они 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 там найти выстроены один против другого на том же уровне более того мудрецы подчеркивают что важность митсвот между человеком и человеком даже еще более важно чем человеком и творцом есть дополнительный смысл не будем касаться так или иначе и сказано у нас устанавливается закон что не будет прощенным грех до сих пор пока человек которого мы набидели он не простит нас вот мы подходим к вашему вопросу что делать когда 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 тут есть много тонкостей самый простой вариант какой я обидел другого человека я и вот это там обокрал я не знаю что стукнул его не что-то произошло вдруг осознал мой поступок нехороший поступок и должен его исправить что должен сделать я должен пойти извиниться перед ним и вот я должен поступить со своей гордостью очень непросто прийти к нему постучаться и сказать дорогой мой послушай ты знаешь что произошло очень прошу прощения что так произошло я прошу извиняюсь я надеюсь ты меня простишь тогда теперь с какие варианты тут есть тот второй человек увидит того по закрыл ему дверь что делать это один вариант другой вариант открыл смотрит на него тот спасибо спасибо до свидания третий вариант какой то я принимаю да хорошо все могут ошибаться я очень рад так сказать то вдова выпьем я знаю там забудем прошло три варианта теперь что делать если есть три третий вариант это самый лучший простили друг друга дело с концу вариант когда просто захлопнули что нужно делать что нужно делать нужно стучаться снова не в этот момент не 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 снова то сказать нудненько уже снова поссоритесь не делать этого уйдите уйдите через вернитесь следующий день снова постучить и скажите я извиняюсь и так далее так далее напишите письмо подсуньте это под 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 потому что я извиняюсь чтобы он знал он не дайте знал на что будет бояться чтобы снова этого придите пришли побить если вы три раза просили прощения и он не принял прощение вам не надо больше просить прощения хотя есть мнение что она просит всю жизнь аллаха на майсе три раза вы попросили он не принял на вас нет обязанности больше просить прощения вы свое сделали теперь наоборот все пусть пусть он теперь искать думает о своем поступке теперь по видимо спрашивают посередине что делать когда вроде приняли прощения как вроде это сказать вроде да вроде нет или дать или нет надо быть чувствительным к с другому человеку и быть сердце было достаточно чувствительным понять действительно меня прощая дали не просить просить прощения до тех пор пока пока вы не почувствуете что она принято искренне это к этому надо стремиться еще раз еще раз еще раз еще раз даже вот такой ситуации можно быть нудненько еще раз еще расчет теперь все вопросы которые будут спрашивать и по видимо это именно спрашивает а стоит ходить вообще может быть я его не обидел а может мне только кажется что я его обидел как знать один звонит другому и говорит а вот смотри перед особенно когда болеть его типичная картина начинает обзванию всех и у всех просить прощения теперь поймите мы же бывшие советские люди шутка подозрительная если меня звонит кто-то и говорит я извиняюсь что извиняюсь а что наделал что 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 произошло начинается еще хуже будет почему-то а ты меня заложил ты мне то где что ты извиняешься скажи за что скажи конкретно не ну я не знаю может я тебя обидел какой обидел скажи за что ты меня обидел конкретно поэтому если нету возможности точно сказать за что и точно выложить что произошло ты помнишь было так-то и так-то я сказал так-то и так-то и мне показалось что ты обиделась нет он скажет на питом неверно это не обижался очень хорошо это увидите что лицо его поменялось а я вот таки до обидел контактами не прощай значит надо еще раз еще раз еще раз до сих пор когда это произойдет естественно что просто так нам не надо всем в подряд звонить и просить прощения только тем у которых мы действительно чувствуем что мы действительно провинились и и не бояться проси прощения даже показаться щепетильным это показаться щепетильным таким о том что ты знаешь мне показалось и что я тебя от и сказать обидеть пойти на всякий случай прости прощения не знаем уж он действительно был обижен просто просила это тот же вопрос да мы сказали в принципе только его часть зима михаль михаль спросила а если человек он кого-то обидел сам он не понял чем он его толком обидел вроде обижаются пришел попросил прощения а сам не раскаялся он не понял даже чем обидел да попросил на всякий случай надо передаем кипуром положено просить я попросил вижу обиделся попросил лицо про просветлела уже не обижается проблема ли это что он сам не раскаялся вы заговорили о том что есть конечно 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 человек который смотрите он сделал чисто формальный шаг нам и говорим о чувее когда мы даже говорили о такой легкой человек когда достаточно гиргур достаточно некого какого-то пробуждение такого она тоже речь не тоже не речь идет о формальном каком-то о том что вот услышали такой урок а так это так просто чтобы быть праведником но отлично так и человек себе раз и внутри говорит да вот да вот творец я хочу вот к тебе вот все вот теперь пиши мне про естественно что подобная вещь не идет речь идет об искреннем раскаянии сожалению также и в данной ситуации если человек сам внутри себе не чувствует что он обидел другого значит он есть та самая тума которая не позволяет им что за тума есть много шапок у тумы в данной тумы если не шапка под названием гордость человек гордливый ему очень тяжело просить прощения других людей и он никогда они даже не чувствуют что это ну надо таки сделаем долги не но я же прав я не все равно up мне ничего запросить проще и мне же попросить ну я буду просить даль будут прости прощение но самом деле меняр что прости прощение значит что необходимо действительно истинное сожалению более того по видимости такой человек придет просить у другого то у любого человека есть чувствительность к тонкостям действительно это искренне или нет он придет и будет формально простить попростят ему точно так же формально ему гарр статаре спасибо спасибо да 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 это формально этот формально не засчитывается это в небесах это тоже хорошо мнение это чтобы было ясно и понятно есть в этом что-то ведь он заставил себя пойти но это не то желаемое которое творец хочет человек на фоне всего сказанного нам йона там присылается вопрос который уже ближе наверное к другой части нашего нашего вебинара о том как не отчаяться после постоянных ошибок допускаемых он спрашивает самом деле в реальности нет возможности помнить и замечать все свои плохие поступки и обиды как же быть что делать наверняка у человека есть мешок вагон и маленькая тележка того чего не заметил и кого он обидел и вы правы вы правы смотрите есть давайте снова есть минимум максимум максимум это человек который живет с у него есть пинкас у него есть у него есть какой-то дневник своей жизни есть люди которые знаю таких которые они каждый день вечером они подводят итог целого дня и так 365 дней в неделю году каждый день них расписано если где-то он что-то натворил записал я представьте он сейчас у него вся его только перелистал и у него каждый день у него все открыто ничего не пропустил но этот человек который который человек ответственный за свою жизнь человек ответственно теперь на другом конце находится человек безответственный который просто живет и в конце вдруг вспомнил вау естественно что не может все вспомнить естественно что не может все вспомнить там с трудом что-то припомни но и такому человеку тоже открыть путь такой же открыть путь надо знать что в наше время в отличие от прошлых времен требования к человеку они станут все ниже и ниже и меньше и меньше становится и И действительно, кроме таких огромных прегрешений, которые никто забыть не может, я надеюсь, а во всех остальных, например, евреи обязаны изучать Тору постоянно. То есть нет состояния, что мужчина еврей, если он работает, то работай. Тебе нужно куда-то там и пойти к врачу, иди к врачу. Но вот если есть ни то, ни другое, ни есть, ни спать, ни туда, ни сюда, ни работать, нет свободного времени у евреев. И у нас есть обязанность. Надо учить Тору днем и ночью. Теперь скажите, даже те люди, которые по-настоящему в жизни Тору, которые учатся через не целый день, они выполняют это повеление? Они каждый день грешат. Это только Гон из Вильна, у него был хэшбон, у него был подсчет, сколько минут за год он, Бетель, сколько минут за год он потерял и не учил. Минут! Сколько минут он не учил. Это был Гон из Вильна, он был один из которых. А все мы, даже самые большие, великие раввины. Есть бетуль-тура, а как же быть? А подход он такой о том, что мы не можем все исправить. И не надо браться за все. И не надо отчаиваться за все. Надо иметь минимум чувы, как мы сказали, этот ирур внутренний, который есть, и браться за то, что не только что самое страшное, как кажется человеку, а за то, что самое поддающееся исправлению, самое легкое, которое есть. Человеку очень важно, называется, почувствовать вкус успеха. Возьми на себя что-то одно, самое маленькое, но преуспей в этом. Что-то такое, что ты знаешь, что ты можешь, это в твоих руках, только чуть-чуть усилия, не надо много. Ведь Ецера-Ра, он хочет, как он хочет, он, как только человек, я делаю чулу, и раз, смотрите, не видно. Но Ецера, в тот же раз присоединился, конечно, чулу-чулу-чулу-чего, все сразу, да? И начинает его сразу говорить, надо то по мне, надо, надо, да? Все, шляпу, рапейсов, все отдел, то, да? Надо все это делать. надо на это наш это это сам я царара сам я царара нас парень пришел за чего ему пришел 15 лет он через год он написал книгу по попала ход наши головы с пейсами с бритой голодов 16 лет 16 с половиной это прошло две недели назад ему кто-то из там что-то там там разные возрастах чё-чё сказал ему не понравилось а уехал все сбрил это самое все все бросил чем человеку он за сказать вдруг ни с того ни сего становится таким жутким и все это быстро это мамами на сатан это топ ветра рассам привязываться к этому поэтому что нужно знать нужно брать на себя минимум минимум взяли минимум преуспеете это значит что еще в чем-то еще по-настоящему плюс тут главное преуспеть по настоящему человек любой человек хочет меняться мы все хотим и просто даже человек светский хочет меняться он просто чувство но мы не можем душит нас и царар душа привычки душит все это тума как это сделать сделать это а пусть это постепенно и постепенно и постепенно что-то одно маленькое не брать все что он говорит иди знаю что там у меня какие были успокоиться если вы сейчас так беспокойтесь начните ввести дневник своей жизни это уже для вас будет полностью вашим исправлением за прошлый год не удается вам это сделать но видите его хотя бы несколько недель это тоже хорошо даже несколько дней тоже хорошо хотя бы эти дни это будет работать успешно вы поэтому надо брать для себя ну и это не получилось брать на себя что-то минимальное стараться это исправить и не вспоминать все сила есть еще один вопрос от даниэра спрашивает надо ли человеку раскаиваться если он осознает грех но не уверен что больше его не повторит конечно что за вопрос вопрос некорректно поставлен а а а есть у нас откуда этот вопрос появляется можно понять куда он появляется потому что есть понятие а то вель вы шереть бы яду есть человек который хочет очиститься идет в микву теперь о чем хочет очиститься по законам чистоты духовной его отсутствие один из того кто может сделать на это не чистоту нам это ритуальная чистота это не в другом смысле ритуальная чистота это мертвые мертвый кота червяк если мы прикоснемся к мертвому червяку то мы для определенных вещей становимся ритуально нечистыми это в наше время не существует когда-то было когда был бейт мигдаш когда был нам у нас храм существовал для того чтобы очиститься этого надо пойти в микву теперь представь себе человека который хочется очиститься от мертвого червяка и он погружается в микву и при этом держит этого червяка в руках и вместе с ним опустился туда на что это подобно чему приводит этот пример это к человеку который которые которые хочет свой поступок уже изменить прекратить прекратить и вот в процессе того как он думает что он вот сейчас прекращает беру не прекращает и он это делает прямо в процессе там представь человек сидит перед экраном и и и говорит все я больше туда лазить не буду и вот не вну не буду не буду эти кнопки не буду нажимать и он смотрит и вот он смотрит как его рука не он а его рука вот прям в процессе этого нажимает это вот он говорит как же это это называется то верно шерба еду естественно что когда человек он 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 такое происходит у него более того он заранее знаю что это так происходит и называется и опускается в микру с червяком в руках естественно что это как бы не засчитывается но есть простая простой совет простой совет надо знать что 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 если и надо сначала отсечь неприемлемы если человек говорит своем сердце о том что сейчас съемки пор давай сейчас формально я за раскаясь в этом но у меня уже есть планы как продолжить на этом об этом вот это то что называется это не помогает это окунание в нику но если человек говорит ребенок я не знаю что будет дальше и это не только он все мы не знаем что с нами будет мы никто не знаем где мы делаем раскаемся но раскаялись о том что произошло в прошлом году и так и так а что будет следующими не знаю произойдет уже самый это другой почет это надо знать это одна из самых больших заблуждений которые нас есть когда человек искренне сожалеет о том что произошло снова искренне искренне это это то самое сожаление когда 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 знаете попробовал всунуть в вентиляторы пальчик чтобы вы останови посмотреть можно ли остановить вентилятор и там что я надел глупость сейчас так болит для чего это дело хочется сделать этот найти это все контрол как один сказал контрол за за чтобы вернуть все вернусь в прежний состав какой уже это жутко как только это чуть-чуть сожаление этого есть все достаточно надо на 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 истинное сожаление как все остальные подсчеты это уже не наш если вы учились несколько дней вы снова согрешите это другой подсчет совершенно вы праведник вы сделали чего все нормально главное не иметь намерения согрешить и продолжить а то что есть сомнения а вдруг я снова согрешу в то же самое это вас не касается главное сделать усилия сейчас спасибо юрий спрашивает нас ну хорошо когда один обижается на другого можно прийти попросить прощения ну что если они оба друг на друга обижаются два человека смотрите тут вы же знаете в отношениях между мужем и женой очень важно обидеться первому но на самом деле же видели второго такой заколдованный круг они оба сидят надутых потому что не каждый считает что он первый успел обидится здесь что дело таких ситуациях у нас принято так кто кто как бы более духовные более ответственные более религиозные назовите его к нас говорят надо чтобы хотя бы один умный в семье оказался и когда мы говорим что спасибо прощения это 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 именно тогда когда вы считаете себя правы ведь когда вы не чувствуете что вы не правы так это легко пойти и извиниться верно значит все о чем и говорит там растет прощение это именно тогда когда чем читает я прав чем не ходить извиняться но вы же видите что обидели другого человека я не за что он сам обижается обидчивый у него просто глаза у него все время слезятся что вы хотите идите просить прощения это неважно что и как наверняка что-то было что вы до обидели может быть вам кажется что не обидели может быть чего действительно обидного объективно не было но субъективно было интонации вашего голоса во взгляде еще что то что то что обидело другого человека человек уже знают он всегда должен взять на себя ответственность сказать хотат и пошат и да я виноват а после этого уже думать все дальше сначала сказать себе о том что проблема во мне а потом начать разбираться они разбираться и прийти к выводу до проблема вне не то нас царь давиду достоился всего почему достоился потому что он без промедления сказал хата ты первое дело что сказал я огрешен а после этого уже начал все соображать как был и чтобы нашу дина почему у нас ни один емкий пур да если мы раскаиваемся и больше никогда грешить не будем то не нужен следующий год но емкий пур почему-то каждый год повторяется почему не вредно ли нам знать что он каждый год человеческая жизнь она человек дал нам творец дал нам эту жизнь дал нам ее порциями порциями он не дал нам ее целиком чтобы объяснить эта вещь очень абстрактная да то есть духовно спускается в этот мир материальные разбивается на куски на порции на порции основная порция которая есть она годовая творец устанавливает нашу судьбу на год есть план общий который вообще существует еще до того как где известно уже от начала до конца сколько человек будет жить и так далее как правило что должен преуспеть в этой жизни для какой цели спускается в этот мир но конкретная реализация то есть конкретная жизнь конкретно вот что произойдет это все разбито на по порции годичный есть цикличность поэтому так как устанавливается на судьба на год то и есть у нас возможность нашего исправления она тоже годично она периодично то есть только на один год более того это в заслугу нам чтобы дать нам возможность исправить то что мы не при преуспели в предыдущем она спрашивает по-видимому что если был бы один емкипур а мы бы так бы постарались а вы все бы исправили ну а что после этого еще 30 лет жизни я не знаю что там натворим после этого же надо жить после этого кипура емкипура а что делать семьи которые даже в этот емкипур проспали или прозевали или просто не надо сказать от напряжения ничего не смогли прочувствовать даже наоборот на то это благо большое творца что он дает нам каждый год съемки пуры благодаря этому мы поможем преуспеваем и живем это пишет валерий здравствуйте раваш от последней вашей лекции про веру вы цитировали рава котлера наказание приводится цитата наказание за грех может быть уравновешено тем что у человека есть очень высокая мера упования можете ли вы это пояснить и также хотелось бы знать наносится ли это к неевреям спасибо большое и хорошего вам хорошего вам следующего года это чуть выходит за рамки нашего рассмотрения эта тема которая она там разбирается она 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 это очень сложный вопрос надо надо построить и выстроить его по порядку но действительно как действительно раф котлер так он так он и пишет о том что мера упования это одно из качеств самых таких достойных и высоких которые человек может добиться нам легко может быть говорить об этом но вот прочувствовать это когда человек полностью полностью уповает на она творца это меняет его статус в этом мире он становится как бы полностью приближенным к и у всех приближенных как известно их не судьба их не статусом совершенно другое отношение к ними все меняется и это объясняет то что он сказал там не войдем детали этого потому что это выходит за рамки нашим можно упомянуть о том что есть кроме этого много вопросов довольно которые мы вероятно не успеем разобрать пришло давай быстрее да и есть вопросы которые не относятся напрямую к нашей теме их лучше вы можете прислать к нам на email вебинар собачка толдот ру или задать у нас на сайте в рубрике вопросы раввину и можно будет на них ответить отдельно от этого вебинара спрашивает нас пользователь михайль прощаются ли грех грехи взятки и проблемы в подстрекательстве когда дает другого подстрекаешь дать ложные показания в суде емкий пур прощается ли это так же как и другие грехи нет разницы между грехами это мудрецы не делали разницу между грехами более того они приводили примеры самых крайних грехов так и тут надо раскаяться в этом исправить то что можно исправить и принято себя больше этого не делать и сказать веду и то что именно в этом приглашении все стирается спрашивает мы уже ответили на этот вопрос как человек который рассказывает и спрашивает йонатан как человек который раскаялся узнает о том что его простили на самом деле да он скажет что он тебя простила я не знаю что они внутри ведь сейчас возвращаемся к вопросу веры вопрос веры в нескольких предложениях можно его так чтобы подытожить есть как бы три типа веры у нас есть вера в творца но для нас на самом деле это не вера это должно быть ясным стопроцентным знанием не будем ходить в детали этого исходя из того что мы знаем не верим а знаем что есть турец то мы верим о том что все что с нами происходит все что говорят мудрецы все что сказано в торе все она истина это уже приходится что называется верить от слова доверие мы доверяем тому что если мы действительно по-настоящему сожалеем и это каждый из нас может внутри прочувствовать нас внутри есть какое-то измерение нашей внутренней искренности я действительно сожалею или нет каждый знает это чувство мы мы просто знаем это из жизни всяких разных обстоятельств когда мы сожалели о содеянном то же самое ощущение душевное мы должны вот по поводу такого греха такого греха если такое сожаление было мы уже цадыки но уже праведники уже этого достаточно а откуда знать вам знать вы сожалели или нет если сожалели значит так она есть это так она полностью и и и вера тут она 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 подкреплена действительно мы доверяем этим знаниям и мы мы верим этим знаниям она подкреплена тем что мы видим это на 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 результате когда человек по-настоящему вот так сожалеет в нем пропадает желание сделать этот грех мы видим как бы проверка результата этого это не а когда человек что называется внешним все это делает он моментально хочет это делать снова а когда массажа жалеет это сжигает эту реальность и человеку не хочется снова это делать может быть через какое-то время но это уже будет от я царара это небо от от духовного я царара а не к подстрекателя внешнего они от того жила он свое сжег то есть мы видим это их проверяется что надо чуть ли не эмпирический спрашивает юрий вы говорите часто о том случае где отраска не праведник раскаивается праведник на после ем кипура сразу после ем кипура молимся молитвами мхатану пашану как же мы раскаялись все теперь мы праведники разве может быть юрий спрашивает разве может быть стопроцентный праведник разве человек может прийти вообще на юра юра зовут юрий смотрите может быть юрий дорогой вы не заметили что если вы молите молитву швана истры то вы там молитесь и например о том что рафаэйну да вы просите здоровья но вы здоровы как бык что же вы просите здоровья брэхалей ну дай мне средства для того прожить у вас у вас 500 миллионов полмиллиарда вы миллиарды олигарх что вы молитесь ответ о том что молитва она содержит в себе и что называется и отрицание этого то что мы просим то есть чтобы этого не произошло то есть когда мы говорим о том что хотат и пожар ты имеется ввиду также подчеркиваю также что это просьба того чтобы я не пришел греха чтобы я не был больным чтобы я не потерял то что мне творец да это включается в молитве также ужасный вопрос его это о том или может быть что человек он может согрешить моментально и может ли стать праведником рассказать стать стопроцентным праведником и сказали он праведником как только и рыба либо как у него чуть-чуть пробудила сердце он стал праведником ай стерли вам все прегрешения о это уже зависит уже это уже работа уже большая не две вещи которые абсолютно связаны они не связаны одно с другими они наоборот этого может быть чувствовать себя праведником мы все практически правильники после Йом-Кипура, кроме таких, есть такие, а вот все, кто выходит с синагоги в Йом-Кипур после целого дня, как малахин, как ангел мы выходим, и каждый может почувствовать меру своего раскаивания и участия во всём этом, согласно тому ощущению, которое есть по исходу Йом-Кипура. Человек должен почувствовать необыкновенную радость. Кто чувствует радость, вдруг прилив сил, вдруг целый, умираю, всё, я сейчас умру, всё, 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 вдруг закончится, вдруг откуда-то прилив таких сил, всё такое радостное, все начинают танцевать, вдруг откуда сил, сейчас умирал уже. И тут вдруг сила побежать, поедет, уже не бежит даже, есть силы, есть там, у него ещё много сил. Это признак о том, что Итма-Маш, Итха-Перл. А если человек закончил Йом-Кипур, депрессия, значит, он просто, ничего там внутри, никакой внутренней работы не было, и он действительно не удостоился вот той копоры, которая, стирания всех этих огрешений, которые были. Показать. Есть ещё один вопрос, который пришёл, видимо, раньше, когда вы говорили о реальности Тумы, о реальности тянущей нас назад. Нас спросили о том, что если в нашем окружении люди грешат, иногда бывает, что и наши учителя тоже что-то замечаешь. Как к этому относиться? Нужно ли как-то стараться их подсказать и постараться, ведь Авера, Гурер это Авера, преступление, оно тянет с собой ещё преступление, и если мы это не остановим, мы от этого обязательно заразимся. И спрашивает там же, в продолжении того же вопроса, наш пользователь о том, что есть, кроме того, утверждение наших мудрецов, что человек, который не протестует против преступления другого, ему засчитывается самому это преступление. От этого тоже хочется избавиться в Йом-Кипур. И так хочется не попасть под это. Тут надо разделить на несколько составляющих. Есть, естественно, что зачастую учителя не являются примером. Она сказана так, Тору надо учить от раввина, который подобен ангелу. Если он в ваших глазах не ангел, не учите от него Тору. Это правило уже давным-давно не соблюдается. По техническим причинам. Очень тяжело найти учителя, учителя, который действительно будет как ангел. И то, что если речь идет о Мамаш Талмитхахам, речь идет о мудреце Торы, то он знает, что он согрешил, и он сам делает чугу, это его личная работа. Но тот, кто это видит, он должен возрастить в себя простой вопрос. Ведь если все Минашамаем, все с небес, и на все есть причина от Творца, называется Ашгаха Пратит. Он под частным присмотром находится. Он должен себя спросить, а почему его поставили в такую ситуацию, чтобы он увидел недостаток своего раввина? Ответ. Потому что это недостаток есть в нем. То, что человек судит сейчас другого, это значит, что в этот момент судят его именно об этом. Если вдруг он увидел о том, что, я знаю, учитель или кто-либо там позже зашел на молитву, то в этот момент его судят о том, что он сам не приходил вовремя на молитву. Поэтому из всего следует, что нам нужно научиться, если речь идет действительно о Талмит-Хахам, Муравине и так далее, который действительно раввин, не приехал где-то проводить религиозную просветительную работу. И, как правило, приезжает парень, который не является представителем еврейского духа до конца. Он ведет работу, человек может ошибиться, может делать вещи непозволительные. Это одна категория. А мы говорим о тегории действительно раввинов. Раввинов мы не делаем замечания, потому что он сам уже знает, по-видимому, о том, что он сделал. Никогда не подойдем и не скажем ему, не укажем ему. И не об этом речь идет, чтобы ему указать. Не на нас возложена эта обязанность, хотя очень хочется. А наоборот, мы должны сами понять, что, по-видимому, нам посылают сверху послание о том, что смотри, в том, что не нравится тебе, это есть у тебя самого. чу-ву. И об этом сделать чу-ву и с этим работать. Но есть и ситуации, действительно, когда, и мы получаем много писем, когда представители, что называется, еврейской жизни, они ведут себя недостойно, по-настоящему недостойно. С обманами, со стяжательством, с многими недостойными вещами, действительно, с лучшим времени от времени подобные поступки, которые исходят от людей, которые совершенно не подготовлены, они не представляют еврейскую жизнь. Они могут ходить с кипой, даже со шляпой, и тем не менее, они ее не представляют. Что делать? Надо в каждой ситуации искать путь, как достойным образом указать этому человеку на его ошибки. Нужно ли это делать? Нужно ли? Это решается конкретно по обстоятельству, нет общего ответа. Естественно, что если речь идет о постоянном каких-то нарушениях, то тогда вступает в силу то, что там сказано о том, что нужно, да, протестовать. Если это, как бы, влияет на других людей. А если это только вещь частная, то тут надо спросить компетентного раввина, нужно ли это делать или не нужно делать. В любом случае, перед тем, как пойти что-либо сделать, нужно с кем-то посоветоваться конкретно, с конкретными деталями. Да, да, нет. Спасибо. Нас спрашивает Евгения о том, как быть с прощением у детей, скажем, до 12 лет, после 12 лет, когда дети младше возраста бармидцевы или старше, но еще не взрослые люди. Как к этому относиться? Надо тоже известная история, известная история с Стапером, когда он вдруг появился в доме у одного мальчика на бармице. Никакой связи он был годоледов, вдруг приходит обыкновенная семья, и вот он приходит к мальчику на бармицу, приносит ему подарок и перед всеми просит прощения. Что произошло два года назад, ему было тогда 10 лет, он ему в синагоге сделал незаслуженное замечание. Он запомнил это, держал в голове два года, выяснил, кто он, фамилию и так далее, где живет. Два года он ждал, чтобы ему исполнилось 13 лет, два бармица, мы в 11 лет, и чтобы он пришел извиниться. Другими словами называется до возраста 13 лет мальчик, девочка до 12 лет, нельзя простить у них прощения, потому что у них нету достаточно разума, чтобы прощать. А после бармицевы и батмицевы уже есть, поэтому если нет, необходимость просить прощения у ребенка, у ребенка не надо просить прощения, а вот уже у подростка, взрослого человека 13+, 12+, у девочек, да, надо просить прощения, если есть надобность. Спасибо. Линда просит ответить на ее вопрос. Должны ли мы просить прощения за один и тот же грех каждый год, даже если больше он не повторялся. В прошлом году мы в Йом-Кипур раскаялись, просили за него прощения, больше не повторили его, но чувствуешь, за него еще тебя что-то тянет. А мнение, а мнение основного мудрецов, что надо просить каждый год прощения за все прегрешения. Даже есть до такой степени, что иногда, например, если вы посмотрите, мы просим, есть целый список, целый список, так вот сказать, человек знает о том, что он никого не убил, он знает точно, что он не прелюбодействовал и так далее. Он не происходил. И тем не менее, почему он бьет себе в грудь и просит, посмотрите, написано, «шема Багильгуль Эквадем». То есть, вдруг, так сказать, в предыдущей жизни это произошло, может быть, из-за этого он спустился в этот мир, поэтому нужно по всему списку, тем не менее, продолжать и просить прощения. Если это что-то специфичное, то также нужно продолжать. Почему? Столько времени, сколько помнишь, значит, есть что-то, еще что-то, какое-то желание от самого греха осталось, значит, надо продолжить прощать прощения каждый Йон-Кипур, каждый год заново, заново, заново. До тех пор, пока остается еще что-то. Пока, а если не вспомню, признак того, что это уже ушло. Спасибо. Может быть, Вы могли бы дать какие-то практические рекомендации в эти дни прямо перед Йон-Кипуром наших пользователей. Это практические вещи, которые стоит каждому сделать один, два, три, четыре. Рецепты, они, мы уже более-менее тут намекали, упоминали. Человек должен в первую очередь высвободить свое время. Одна из наших проблем, мы находимся в постоянной гонке. Мы все время заняты. Человек все время занят. Все время, все время, все время занят. И так как он занят, то яйцарара всегда хочет держать человека во всем второстепенной, в суете называется. А вот самое основное, то есть, что будет, вся жизнь, от чего будет зависеть, человек не останавливается, чтобы это обдумать. Поэтому нам нужно себя искусственным образом вытащить из этого. Суббота является тем, например, примером, когда она выбивает полностью человека из этого потока, этого бурного, бурной жизни, и вдруг мы остаемся сами собой. У нас сейчас нет посередине субботы, у нас осталось два дня, осталось до до Йом-Кипура. Надо всего лишь навсего высводить себе полчаса утром, вечером, днем, остаться самим собой, закрыться так, чтобы вам не мешало, выключить телефон, естественно, отключить компьютер, закрыть окно, не знаю, самому остаться, пойти в лес, в лес не надо ходить, потому что тоже отвлекиваешься. Лучше всего, я не знаю, закрыться одеялом, остаться одному. Иногда это очень страшно бывает. Лучше всего сесть в темной комнате, чтобы был только этот фонарик светил. Возьмите лист бумаги, останьте сами собой, со своей душой, хотя это очень страшно, и попробуйте сделать список, тот самый список, о котором мы говорим, список своей жизни, что произошло. Кто заранее приготовил, он приходит к рожейшинам готовеньким, а нам, что надо делать, грешникам, что нужно, не делали, безответственно, но хотя бы сейчас, осталось два дня, давайте, хотя бы успеем, хотя бы что-то, просто прикинуть, действительно, где мы сделали что-то неугодное Богу. И написать это, просто список построить, прям по-русски, прям по-русски. Два раза соврал, это то, что я помню. мне кажется, что я был нечестен в нескольких сделках. Смотрел на то, что мне нельзя было смотреть постоянно. Ел время от времени тоже. Список, список, список предложений. Чем он будет более частный, то есть, более-более-более развернутый, более конкретный, тем лучше. После, составив этот список, человек должен просто теперь взять каждый пункт в отдельности и теперь почувствовать о том, что ой, творец мне сделал, дал мне это и дал мне это, я и здоровый, и то, и все-таки живой. Все-все-все, увидит эту огромную разницу между что-то раздает нам с одной стороны, а с другой стороны с моим поведением от того, что, так сказать, мне дают, а я еще там скоплюю на него. Это даст нам возможность сожаления. Надо по каждому пункту вздохнуть хотя бы, неформально, а по-настоящему сожалеть. Мы, в принципе, если пройдемся по всем пунктам сожаления и возьмем на себя рядышком напишем о том, что мы больше не будем, так сказать, мы берем на себя больше это не делать. Следить так, следить так. То есть, хотя бы возьмем хотя бы на какое-то время. Желательно, естественно, на весь год стараться, на весь год взять, кабалот называется, брат. мы, мы, в принципе, выполнили основную часть чувы. Это то, что нужно делать сейчас, потому что в Йом-Кипур сам нам будет крайне сложно это сделать. Если мы не находим себе прегрешений, возьмите из того, что подготовили нам до того, как, вы увидите, как у вас там один за другим выбрасывается и в этом, ай, ай, в этом, ой, и в этом имели в виду. У вас появится этот список. А в сам Йом-Кипур тогда мы выполним митцву в виду. Это митцва сама по себе, согласно Рамбаму, когда мы должны по поводу именно этого специфического добавить ко всему списку и сказать хатат и пашат и бефрат, то есть я согрешил, именно, в частности, вот в таком прегрешении. Сказать это вслух, но только, чтобы никто не слышал. То есть нельзя говорить, то есть мне, что надо в сердце говорить, а чтобы это прошло, вышло через... Вот как мы молимся молитву шмонайсера, что вроде нельзя это говорить в сердце, но и так, чтобы другим не мешать не было. Это даже не шепот, а что-то такое, что-то, что выходит из нас. Это есть митцват в виду исповедания. И тогда мы выполнили все это. Это то, что нужно сделать сейчас. Главное освободить себя. Иметь в виду выписанные грехи, обдуманные, добавить в молитву в виду и оверхи попу. Да, то есть добавить, расширить. Если у вас есть что-то более конкретное, да, вот более конкретное, вы знаете, что именно в этом было прегрешение, то вы добавляете это к тому списку, который... Если это есть прямо в самом списке в явной форме, то вам не надо, это уже есть в самом списке. Но если этого в списке в явной форме нету, то вы добавляете свой личный список. И это то основное, в принципе, над чем вы должны работать сейчас. Ирина уточняет к тому, что вы сказали. При составлении списка прегрешений следует ли пользоваться каким-то эталоном, например, законы Сульхана Рух взять, открыть, посмотреть? Не следует, не следует, не следует открывать. Она просто не сможет, это надо, ей несколько лет займет. Достаточно того списка, который уже заранее подготовили нам мудрецы. Есть по... Есть по... Алифбет, по алфавиту, Ашамну, Богадну, Азанну и так далее. И есть, так сказать, список, видуй, который уже расписан, готовый, который мудрецы приготовили. Достаточно этого, не надо, не надо идти больше. Можно увидеть видуй, исповедь, можно увидеть в Макзоре, в переведенном на русский язык, каждый из наших пользователей. Да, точно. Кто как может, кто-то на иврите, кто-то на английском. Большое спасибо, Равашер. Я хочу напомнить всем тем, кто что-то пропустил, о том, что на сайте в ближайшее время мы выложим запись этого вебинара и можно будет еще раз просмотреть, еще раз уточнить какие-то вопросы, которые остались незамеченными. Те вопросы, которые у вас остались незаданными здесь, прямо в эфире, вы можете задать или на сайте в рубрике «Вопросы к раввину», или на email вебинар собачка.тол.ру. Туда же вы можете прислать ваши пожелания, предложения по поводу дальнейших вебинаров, замечания. спасибо всем за то, что вы были с нами, спасибо, Равашир, всем привет из Иерусалима. Также всем спасибо за внимание, чтобы весь еврейский народ вместе и каждый из нас в отдельности удостоился достойной судьбы. Шанатова, гмархат и матова. Шанатова, спасибо. Шанатова. Продолжение следует...